Учение КТ легких с описанием представленных КТ-томограмм пациентки 02.05.2012 года рождения от 18.02.2019 года. Область исследования. Органы грудной клетки с контрастированием. С данными анамнеза ознакомлены представленные томограммы хорошего диагностического качества. В лемульте спиральной компьютерной томографии с использованием реконструкции в сагитальной, аксиальной и фронтальных плакостях, построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки. Легких, свежие, очаговые и инфильтративные изменения не выявлены. Легкие расправлены. Пневматизация леготной ткани сохранена. Ход и прородимость трахеи главных и долевых сегментарных бронхов не нарушены. Средостение не смещено. Расширено за счет массивного плащевидной формы мягкотканного образования размером 80 на 60 на 20 мм. Контур образования четкий, ровный, на всех представленных фазах сканирования. Нативная плотность – плюс 44, плюс 70 хаунсфилда. Артериальная – до плюс 90 хаунсфилда. Венозная – до плюс 114, плюс 134 хаунсфилда. В образовании четко визуализируются артериальные сосуды до 1-2 мм. диаметром. Убедительные КТ-признаки инвазивного роста образования не выявлены. Внутригрудные лимфатические узлы. Многочисленные паратрахеальные лимфоузлы размером до 9 на 5 мм. Бифокарционные – до 9 на 8 мм. Подмышечные лимфатичные узлы. Выявлены немногочисленные лимфоузлы с обеих сторон размером до 13 на 9 мм. Жидкости в плевральных полостях не выявлено. Костных, травматических и деструктивных изменений не определяется. Сердце – аорта без особенностей. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Заключение. КТ-картина образования верхней части переднего средостения. Более вероятно, ТИМОМа. На фоне некоторой лимфоаденопатии средостения и акселярной лимфоаденопатии.